всем привет дорогие друзья из нашей потрясающей деревне вы просто не представляете какой это кайф здесь быть это просто мы приехали вчера вечером сейчас практически 10 часов утра но мы пока что отдыхаем и даже еще не завтракали друзья хочу вам показать каждый нас наш день в деревне здесь мы будем целую неделю поэтому кто не подписывал подписан на наш канал обязательно подписывайтесь вы увидите все самое интересное вы увидите уникальный контент о жизни настоящей турции о жизни в турецкой деревне многие из вас знают а кто не знает скажу что мы живем в аланье в деревне мы приезжаем всего пару раз в год на праздники для встречи с семьей и сейчас вот в это время когда сами знаете что происходит мы приехали в деревне потому что в турции завтра сегодняшнего вечера четыре дня будет карантин то есть выходить на улицу запрещено поэтому сегодня мы с вами прогуляемся по деревне посмотрим разные дома покажу вам наш дом скажем так дом семьи айхана съездим в ближайший маленький городок сходим в магазин нужно закупиться на ближайшие четыре дня в общем друзья будет все самое интересное поэтому не забывайте подписываться ставить пальчики вверх и посмотрите какая красота это просто просто что-то невероятное и сейчас как начинался мой день и как он продолжится смотрите и давайте проведем его вместе с нами первый день в деревне утро для меня началось со звуков природы проснулась я примерно 7 около 7 часов утра и и даже через закрытые окна было слышно как поют птицы и звучат колокольчики баранов и кос которых ведут на пастбище очень прохладно здесь не так жарко как в алане и нет влажности поэтому в тени прохладно утром и вечером тоже очень-очень-очень прохладно и я даже сейчас в кофте в штанах в носках в общем вот такая-то у нас такая вот у нас здесь природа слышите поют петухи где-то вдалеке тоже колокольчики кос которых ведут на водопой на пастбище в общем друзья вот такая вот у нас здесь красота сейчас приготовлю себе кофе и буду просто отдыхать и наслаждаться вот этими звуками природы и сделаю для вас покажу наш дом вот есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каждое утро в деревне начинается движение с 7 утра, ведут пасти коров, ведут баранов на пастбище, коз. Вот, например, ведут сейчас тоже двух коров. Но мы обязательно сходим, посмотрим, как устроено хозяйство. А сейчас идем в наш дом, покажу, как там все выглядит. Вот какие коровки красивые. Продолжение следует... Продолжение следует... И накрапывает такой мелкий дождик. И не жарко. Погода просто супер. Мерова! Сейчас мы зайдем в наш дом. Дом был полностью перестроен. Здесь находился очень старый дом, который вы увидите в следующих видео. Здесь раньше был дом, который был выложен вот из такого камня. Здесь был дом, и здесь была еще пристройка, которую снесли. Вот здесь вы увидите остатки этих камней, которые также использовали от старого дома для строительства. И снесли старый сарай, который здесь был, и построили вот такой вот дом. И он еще не покрашен, он не доделан. Как я уже сказала, в доме никто постоянно не живет, а приезжает только на праздники. Вот такие вот здесь ворота. Здесь будет у нас все очень классно обустроено. Мы в этот раз приехали, чтобы составить план все обустроить. Сделать здесь красивый вход, настилы. Поставить... Обустроить вот этот вот... Это не гараж, а, скажем так, помещение для свободного времяпрепровождения, где можно слушать музыку, разговаривать с друзьями, играть в всякие настольные игры. Здесь что-то типа сарая будет. А, и вот, друзья, вы видите старые камни, из которых заново был выложен... Было выложено это помещение, которое раньше находилось вот здесь. Здесь все расчистили, а здесь эти камни использовали для строительства одной из стен того помещения. Здесь дрова, потому что дом отапливается печкой. Здесь нет кондиционеров, нет... обогревателей и так далее. Все отапливается печкой. Дом в нашем проекте будет выглядеть просто потрясающе. Сейчас это просто вот такая коробка. Здесь у нас огород. Мы привезли саженцы перца, помидор и так далее. Но, как я вам и говорила ранее, в этом доме никто не живет постоянно. Поэтому... Потому что все работают, живут в городах. Родственники Айхана... Многие живут в Афьоне, в Искишехире, в Измире. Мы живем в Алании. Поэтому, к сожалению, все собираются только несколько раз в год по праздникам. Но я надеюсь, что мы будем проводить теперь больше времени здесь, в деревне. и также заниматься выращиванием различных фруктов, точнее овощей. А то, что касается ягод, есть вишневый сад, в который мы с вами также съездим. Вишня у нас цветет. Цветет, она уже отцвела. И вишневые сады здесь расположены в огромном количестве. Здесь есть много полей с маком, мы тоже на них сходим. И очень-очень много пшеницы. Буквально вот пару, я не знаю, час назад здесь, например, паслись козы. Это общественные территории, общественные пастбища. Сюда могут заходить любые животные. Здесь начинается наш огород. И, как я уже сказала, друзья, в этом году мы просто вплотную займемся домом, его обустройством, потому что, как я уже говорила, для этого нужно очень много времени. И никто из родственников, в принципе, этим не занимался, потому что у всех своя работа, своя жизнь, свои заботы городские. Вот так вот выглядит у нас огород. С него, с этого огорода на стол идет очень много капусты, перца, помидоры, огурцы. В общем, когда им занимаются? Сейчас, к сожалению, огородом никто не занимается. Ну что, друзья, давайте пройдем с вами внутрь и покажу вам, как выглядит настоящий деревенский дом. Как я уже сказала, этот дом перестроен, поэтому здесь идет еще доработка всего-всего. И этим домом занимается в основном старший брат Айхана и его жена. Они здесь полные хозяева, полноценные хозяева, поэтому покажу вам все, как есть. На входе здесь расположен туалет гостевой. В доме два этажа, есть терраса, балкон. При входе в дом мы всегда снимаем обувь и надеваем либо тапки, либо ходим босиком. Это сетка от комаров, от мух. Мы все-таки в деревне. И здесь у нас первая гостиная. Здесь собираются всегда, когда приходят гости, общаются, пьют чай. Здесь, как вы видите, две разные гостиные. Одна традиционная турецкая гостиная с коврами и в этой гостиной сидят на полу. Здесь ставят стол круглый и вся семья, гости, родственники все кушают на полу. Печка, в которой отапливается весь дом. Дровяная печь. И вот эта гостиная, видите, она отличается от предыдущей. Это уже такой современный вариант с креслами, диванами, столом и так далее. Здесь есть на этом этаже одна спальная комната. Туалет, ванна. Здесь, в принципе, все как и везде. Самый обычный туалет, самый обычный душ, раковины и так далее. Кухня, конечно же, большая кухня. Все готовится на газу. Мы вчера приехали, все включили, даже еще не завтракали, ничего не кушали. Есть, как и турецкий чайник, плита. Все, все, что необходимо, все есть. Конечно же, посудомойка, стиральная машина, газ, вы видите. Все, что необходимо для жизни. Микроволновка. Сушат сухари, чтобы потом кушать с хлебом. Вся посуда, все здесь есть. Посмотрите, как Ядига, жена старшего брата Ихана, все так красиво поставила. Чашечки. Чашечки для кофе разные, потому что гостей бывает очень, очень, очень много. Вот этот стол ставится как раз в гостиную, накрывается для гостей и для семьи. Ну, конечно же, кто желает кушать за столом, может кушать на кухне. Здесь есть самый обычный стол и стулья. Здесь у нас балкон. На балконе также стоят стульчики, столы. Здесь можно сушить одежду. И вот такой вот вид открывается, открывается с балкона. Запах невероятный. Природой пахнет просто потрясающе. Дальше, друзья, мы с вами идем. В доме летом прохладно, когда стоит жара. А зимой очень тепло, когда топишь дровами. Второй этаж был закончен буквально в прошлом году. И на втором этаже расположены только спальни и туалет. Здесь кладовка. Здесь одна из спален. Как я уже говорила, дом не завершен полностью. Но вот так вот выглядит традиционный турецкий дом. Здесь будет тоже мини-кухня. Мы ее будем доделывать. Все облагораживать. И к следующему году дом будет просто конфеткой. Вот вы видите на балконе. Здесь у нас выложена плитка. Но еще не доделаны стены. Поэтому, друзья, кто будет писать, что почему все серое, недоделанное и так далее. Я вас прошу, не пишите этого. А внимательно смотрите мое видео, где я говорю о том, что мы всем этим будем заниматься. Потому что в доме постоянно никто не живет. Мы также привезли интернет. Вот такой вот модем. Поэтому с интернетом никаких проблем нет. Вот так вот выглядит дом. Очень здесь классно. А будет еще класснее у Людни, когда мы обустроим, все покрасим, все доделаем. Вот Айхан, когда ему было 15 лет. Это его младший племянник. Это старший племянник. Это Алисан. Это Альперен. И вот так вот Айхан выглядел. Посмотрите, как Альперен смотрит на него. Очень интересный взгляд. В общем, вот такие вот старые, старые, старые фотографии. А вот это вот фотография Айхана с его братьями. Это старший брат Зеки. Это средний брат Бурхан. И Айхан. Вот такой вот маленький-маленький пуп. Сколько ему здесь? Года два, наверное. А вот это вот самая старая фотография. Старший брат Зеки. Вот здесь вот в 60-х годах он младенец со своим дядей и со своей тетей. Альперена вы уже знаете. Вот так вот Альперен выглядел, когда был совсем карапузом. Есть очень тут интересная фотография Айхана, где он совсем, тоже совсем-совсем подросток. Это фотографии со свадьбы. И вот тоже еще фотографии со свадьбы. Но это уже современные фотографии. Каула с другими фотографиями. Ужааган weitere каши. Теперь там тоже уже известная фото. Также там тоже сиденья верный. Альтернаторыactivы со свадьбаумы. Вот som на видео. А繁 из бурхан. Есть недоここ младенец. Йить. Альтернаторы целые superioredan 4-миухаму. Пророц ECUhr gathered с домбурной. Есть к взросющийма именно pour rock, а еще 1-х�важное телефеваме. Вот так вот мы проводим свой карантин, точнее комендантский час. У меня очень много работы, поскольку мы привезли интернет, модем с интернетом вообще никаких проблем нет. Сейчас быстренько с Айханом покушаем и будем работать, а потом поедем в город. Что еще сказать? Животных нет, никакой живности нет, ни кур, ни коров, никого нет. Потому что, как я уже и сказала, в доме постоянно никто не живет. Если бы здесь кто-то жил постоянно, то конечно же были бы и куры, и козы, и так далее. Но в доме никто не живет постоянно, все живут в городе и сюда приезжают на праздники. Но и поскольку старший брат Айхана и его семья живут в Афьоне, они стараются сюда приезжать каждую неделю на выходных, чтобы собрать урожай, как-то полить огород и побыть здесь. Начался небольшой дождик, но это просто классно после жаркой, жаркой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Друзья, я надеюсь, что вам было интересно это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Ну и конечно же, холодно, смотрите новые видео из деревни. Будет очень много всего интересного. Вот смотрите, когда я с вами прощаюсь, как раз идут коровки. Идут коровки. Сколько их? Три. Ой, маленькие телята. Мы с вами, кстати, тоже сходим к нашим знакомым, которые здесь живут. У них много скота, есть коровы, козы, бараны, куры, лошади. У нас этого ничего нет, потому что мы в деревне не живем. И здесь в этом доме никто не живет, чтобы следить за животными. С трудом удается следить за огородом, чтобы он не высыхал. А люди, которые здесь живут, у них есть и животные, и большие огороды. Так что мы с вами туда сходим. Очень холодный ветер, очень холодно. Я с вами прощаюсь и встретимся с вами в новых видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok